Здравствуйте, новости на канале НТС в студии Джолдош Исаков. В данный момент за закрытыми дверями депутаты Джигурку Кенеша рассматривают вопрос разрешения спора с Центерой. Сообщается, что 4 марта Кабмин подписал постановление об условиях и форматах урегулирования спорных моментов канадской кампании по проекту Кумтор. В парламенте собран весь состав Кабинета министров, однако узнать детали пока не представляется возможным. Не сообщается, какие конкретно условия и какие требования ставит правительство нашей страны перед бывшими компаньонами и какие ответы дают в самой Центере. Напомним, еще в феврале глава Кабмина Клбек Джапаров сообщил, что переговоры по Кумтору с канадской компанией Центера завершатся до 15 марта. Нефтетрейдеры предупреждают о значительном подорожании бензина. Сегодня такую информацию распространила ассоциация. Насколько пока не говорят, это покажут новые контракты, причина рост курса доллара и мировых цен на нефть. Цена майских фьючерсов на марку Brent достигла 130 долларов за баррель. В ассоциации напомнили, что Кыргызстан так же, как и во всем мире, покупает ГСМ в американской валюте. Каждое удорожание доллара на один сом приводит к повышению цен на литр бензина на 60 иинов. Рост ГСМ идет с 2020 года. Тогда баррель стоил всего 40 долларов. В этой связи наблюдается повышение оптовых отпускных цен на ГСМ, на российских нефтеперерабатывающих заводах. Это еще при том, что нам топливо поставляется без учета таможенной пошлины. По бензиновой группе республика сейчас получает 650 тысяч тонн, по дизельной группе 550 тысяч тонн. Цена на золото за последние две недели, согласно курсу биржи Лондонской ассоциации, выросла на 40 долларов за тронскую унцию, в связи с чем и Нацбанк поднимает цены на свои мерные слитки. Так, за период с 24 февраля до 7 марта, то есть с начала событий в Украине, 1-граммовые слитки подорожали на 1300 сомов, а 100-граммовые – на 94 300 сомов. Главная причина – рост курса доллара, а вторая – мировой рост цен на желтый драгметалл. Несмотря на это, спрос на золото в Кыргызстане резко увеличился. Всего за шесть дней, с 25 февраля по 4 марта, Нацбанк Кыргызстана реализовал 1863 слитка на сумму 154 миллиона 700 тысяч сомов. Это при том, что за январь этого года было продано всего 16 слитков на сумму 400 тысяч сомов. Золотые слитки реализуются с правом обратного выкупа. Цены на куплю-продажу устанавливаются ежедневно. Депутаты потребовали от соцфонда и Кабмина найти средства на повышение пенсии уже с апреля. Сегодня на заседании парламента присутствовал председатель соцфонда Бахтияр Алиев. На обсуждение был вынесен вопрос о бюджете социального фонда, об изменениях и утверждении отчета об исполнении бюджета в прежних двух лет 2020 и 2021 годов, а также 2022 и прогнозов на 2023 и 2024 годы. Так, в 2022 году предлагается принять бюджет в доходной части в размере 68 млрд 511 млн сомов, а по расходной 67 млрд 144 млн сомов, то есть с профицитом бюджета в 1,3 млрд. В стране сегодня 713 тысяч пенсионеров, а прожиточный минимум составляет 5600 сомов. Средняя пенсия по стране составляет чуть больше 6000, но получают ее лишь 30% пенсионеров. Минимальный размер пенсии составляет 2500 сомов, а пособие людей пенсионного возраста – 1780 сомов. По словам председателя соцфонда, ближайшее повышение запланировано только в октябре этого года. Депутаты потребовали пересмотреть сроки перерасчета выплат, так как из-за курса доллара цены на все товары резко выросли, и ситуация, скорее всего, еще изменится в худшую сторону. Сегодня пшеница уже стоит 500 долларов за тонну на бирже. Неизбежно подорожание муки. Что будет с продуктами, уже страшно представить, ведь мы зависим от импорта. В экономике ежечасно происходят изменения, инфляция. Курс доллара вырос, снова будет повышение цен на все. С нынешней пенсией реальная жизнь несоизмерима уже сегодня. А что будет завтра? У меня вопрос к руководству соцфонда. Вы вообще следите за ситуацией в мире? Вы видите, что творится с курсом СОМА? У вас вообще есть анализ? Вы должны учитывать повышение цен на продукты питания в стране. С 24 февраля в стране все изменилось, а вы все смотрите на свой октябрьский бюджет. В будущем вашей пенсии может даже на один мешок муки не хватить. Мы бюджет еще к 1 октября в Джугур-Кутенеш направили. Но депутаты 6-го созыва немного не успели рассмотреть его. Поэтому обсуждаем его сейчас. В представленном документе не была включена эта сумма. Это примерно 700 миллионов, которые нужны для повышения пенсий. Поэтому мы сейчас можем говорить об увеличении выплат только к 1 октября. Депутатская комиссия, созданная по делу Адахана Мадумарова, приняла решение отказать Генеральной прокуратуре в даче согласия на привлечение политика к уголовной ответственности. Он, как депутат, отметим, обладает неприкосновенностью. И только с согласием большинства из депкорпуса в его отношении следственные органы могли бы начать расследование. Однако, по словам Исхака Масалиева, они рассмотрели все аргументы, представленные надзорным органом, и сочли их недостаточными. Окончательное решение примет палата. Как звучит решение комиссии, пока неизвестно. Его озвучат на заседании. Напомним, генпрокуратура несколько раз вызывала его на допрос по обстоятельствам 2009 года. Тогда он, будучи секретарем Совбеза, подписал протокол по участку земли близ Кыргызско-Таджикской границы. Эльвира Сурабалдеева признана циком-победителем на повторных выборах в Джигурку-Кенеш, которые прошли 27 февраля. В Центральной избирательной комиссии прошло заседание, на котором подведены итоги по Первомайскому избирательному округу. А в нем 60 избирательных участков и было 27 кандидатов, среди которых наибольшее количество голосов, а именно около 48%, набрала экс-депутат Эльвира Сурабалдеева. Между тем, в Свердловском столичном округе итог пока не ясен. По словам члена ЦИКа Рата Маматова, есть предположение, что в нем снова могут назначить перевыборы. Предварительным победителем стал Абдул Рахман Хаджи Муртазалиев. Однако, как отметил член ЦИКа, в данное время правоохранительные органы отрабатывают жалобы с подозрением на подкуп, якобы совершенный с его стороны. Если информация подтвердится, регистрацию Муртазалиева могут аннулировать сеть ЦИК. Тогда примет решение либо назначить перевыборы, либо отдать мандат кандидату в депутаты Шайлубеку Атазову, который получил второй результат на этом голосовании. Чуть более сотни наших граждан сейчас остаются на территории Украины. Об этом сообщил посол Кыргызстана в Украине. А некоторые из этих людей являются членами семей украинцев или тех, кто ранее был гражданином Кыргызстана, а после получил гражданство этой страны. Непосредственно 38 из них сейчас находятся в зоне боевых действий. Это Запорожье, Николаевская, Киевская, Житомирская области, в самом Киеве и Харькове. В медиа нашей страны сообщили, что в Варшаву направлены наши специалисты, дипломаты с тем, чтобы организовать эвакуацию тех наших соотечественников, которые выехали из Украины. Они уже объездили все пункты в городах Польши, в которых находятся граждане Кыргызстана. Для эвакуированных организовано горячее питание. Сейчас улаживаются все вопросы законностью пребывания их на территории Польши с последующим вылетом на родину. Там сегодня находится больше всего кыргызстанцев, 201 человек. В Словакии 20, в Румынии 19, в Молдове 21, в Турции 66 и в Чехии 85. В общем, из Украины выехали более 400 человек. Из них в Кыргызстан уже вернулись, в частности, из Венгрии 91 гражданин. Бутылки с водкой подпольного производства, изъяты налоговой службой при содействии ГКНБ. Крупные партии нелегального спиртного сомнительного качества обнаружены уполномоченными органами в Бешкеке и Соколукском районе. Там выявлены три подпольных цеха, где изготавливали и разливали по бутылкам и клеили фальшивые акцизные марки. У владельцев не было лицензии на производство спиртного, не имелось никаких других документов, таких как сертификаты, соответствия, счета фактуры, товаротранспортные, накладные. В общей сложности налоговое изъяло 1414 бутылок алкогольной продукции различных брендов местных алкогольных производителей кустарного производства, 1709 штук неиспользованных акцизных марок, 145 литров этилового спирта, более 5000 этикеток и более 2000 крышек. Сколько эти цеха реализовали в своей продукции, предстоит установить. Милиция задержала парня, подозреваемого в краже. Само нападение случилось еще 2 февраля в Ламединском районе. Дом одного из жителей обокрал неизвестный, вынес 3800 долларов и золотые украшения. Поиски вели оперативники ГУВД Чуйской области, вышли на след и спустя месяц нашли предполагаемого преступника. Мужчина 1992 года рождения, водворен в СИЗО 1. Уровень воды в Токтагулке опустился ниже 8 миллиардов кубометров. На сегодня он составил 7 миллиардов 994 миллиона. При этом расход продолжается и более чем в два раза превышает приток. По информации компании электрические станции, среднесуточный приток воды составляет 179 кубометров в секунду, а расход – 402 кубометра. Первый мертвый уровень водохранилища, при котором придется остановить ГЭС, составляет 5,5 и 6 миллиардов. Еще перед началом отопительного периода в Минэнерго прогнозировали, что не исключено выйти к апрелю как раз с остатками воды в объеме 6 миллиардов. В Кыргызстане продолжается маловодный период. Подтверждением этому стала и чрезвычайно малоснежная зима. Несмотря на импорт электроэнергии, в нацинергохолдинге просят граждан рационально пользоваться электричеством. И кыргызские хоккеисты стали победителями чемпионата мира по хоккею в 4-м дивизионе. Накануне прошел заключительный матч, в котором наша сборная одержала победу над спортсменами из Кувейта со счетом 14-0. Это позволит нашим спортсменам выступать в 3-м дивизионе под эгидой Международной Федерации хоккея с шайбой. На этой игре присутствовали президент Сандр Джапаров и его супруга Айгуль Джапарова. Глава государства лично поздравил игроков с победой и отметил, что сама игра и победа сборной подарила удовольствие всем кыргызстанцам. А после он вручил денежные премии всем членам команды, тренерскому составу и врачам сборной. На этом пока все. Развитие событий вы узнаете из наших вечерних выпусков. Уверимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok